Это настоящий бамбук? Да. Как панды бамбук? Да. С реальности? Мы панды сейчас. Они удивлены, что это настоящий бамбук. Теперь они панды, которые едят бамбук, шутят оператор и журналист британского медиаагентства. Такую пищу, как и рапана, и другую корейскую, как они назвали, уличную еду, пробуют впервые. В Англии такого вообще не найдешь, а в Индонезии, откуда родом тауфанбуди, только отдельные блюда. В Индонезии мы обычно берем томаты, смешиваем с перцем чили и делаем соус, с которым потом готовим мясо. Но теперь я знаю, что можно есть помидоры, как яблоко, и буду брать с собой и есть. Розовые помидоры, которых никогда даже не видели, разносортная черешня, тютина, но это все меркнет перед букетом банных веников. Вот это открытие. Мы вначале подумали, что это какие-то украшения на Рождество. Я никогда не был в русской бане, но теперь добавлю такой поход в список того, что должен сделать, вернувшись в Россию. А еще съездить в Старочеркас, куда не попали из-за обилия работы, и попробовать казачий кофе, сваренный на песке. Зато накануне продегустировали донскую рыбу и раков, что было одним из первых в списке. После вареных живые пугают. Возьми вот так, 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 вот так. Не бойся, не бойся. За спинку обратите, не бойтесь. Не бойся. Давайте, давайте. Фурмен или лифт, фурмен или кто-то? Иногда в Австралии, где я жил раньше, продают неживых раков, но не вареных, а они просто умерли, когда лежали на прилавке, и это считается нормальным. Знакомство с донскими раками будет для иностранцев одним из самых запоминающихся приключений в Ростове, особенно после откровений продавца. Когда их ловят, их в трусы заворачивали. Это очень смело, я бы так не смог, я бы даже в карман его не засунул. Британца Йена впечатлила и наша переходная мозаика, особенно, как он считал, раньше типичная для русских картина. Женщина замахивается на мужчину. Но это лишь иллюстрация к поднятой целине, развенчивает миф продавец Раиса Савон. И прочитать Шолохова становится еще одним пунктом в списке дел. Вам нравится, что напротив вашего магазина такая мозаика? Конечно, всем нравится. Все приезжают, все туристы приезжают и смотрят, и спрашивают. А у нас же тут все казачье. Туда дальше пойдете, там Тихий Дон. Впечатлили наших коллег и детские рисунки, которыми закрывают заборы. И, в отличие от англичанок, красиво одеты ростовчанки. А еще майки футболистов советской сборной на выставке в Краеведческом музее. Это классный дизайн за границей, она бы стоила очень много денег. И ты был бы в ней очень модным болельщиком. В британской прессе, говорит Йен, было много негатива и предостережений не ехать в Россию. Но многие, как они говорят, рискнули. И впечатлились архитектурой Садовой и Пушкинской. Восхитились Лебединым озером в Мустеатре. Написали уважительную статью о публичной библиотеке. И имеют теперь о России свое восторженное мнение. А кто не поехал, по словам Йена, теперь завидуют и жалеют. Марина Черных, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.